Девушки отдыхают Перед крещением? Видимо, да. Предки наши одевались пострашнее, брали в руки разные предметы, ходили по дому, по улице с криками «Нечистая сила, уходи!» Предлагаю после эфира поддержать эту традицию. Мне кажется, в месяц следующий придется ходить, чтобы всю нечистую силу изгнать. Напоминаем вам, что прямая трансляция идет не только на радиоволнах на частоте 101,0, но также в нашем телеграм-канале. На нашем сайте kirovgrad.ru в нашей группе ВКонтакте возрастное ограничение всех ресурсов 16+. Вот о чем сегодня будем говорить. Несколько слов о втором части. После 13-ти очень любопытная идея накануне появилась. Разрешить использовать материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг. Идея родилась в Госдуме. Депутат, депутат, женщина, чуть позже во втором части имя ее произнесем, пока не будем на это отвлекаться, считает, что после очередной индексации тарифов, которое произошло 1 декабря прошлого года, многим семьям просто-напросто не в моготу стало оплачивать коммуналку. И вот поэтому такой выход предлагается. Честно, после этого предложения стало даже как-то страшно забирать счета из почтового ящика. Думаю, что же там наиндексировали, если материнский капитал предлагают это оплачивать. Поговорим поподробнее, да, во втором части. Ну, а тема нашего первого часа. Накануне появилась информация о том, что некие у нас преобразования в работе общественного транспорта предвидятся. Честно говоря, многие, наверное, уже устали следить за новостями, которые у нас поступают о пассажирском транспорте. Все что-то все время пытаются изменить, вроде как улучшить, чтобы это положительным образом сказалось на работе автобусов, троллейбусов, чтобы вовремя они приходили и хватало их для перевозки всех желающих. Ну, вот новость эта заключается в том, что почти три десятка автобусов, закупленных в 2021 году, Киров-пассажир автотранс передаст в аренду автотранспортному предприятию города Кирова. То есть областное предприятие передаст в аренду муниципальному, городскому предприятию. Сбился я со счета, уже изучая новости, которые были за последние пять лет, касающиеся общественного транспорта. У меня сразу же вспомнилось при прочтении этой новости, а как же, помнишь, нам предлагали же объединить, создать единое предприятие транспортное. Да, очень много и в эфирах очень много об этом говорили, что будет создана вот эта единая транспортная компания. И, видимо, до какого-то момента не имело, судя по всему, значения для какой организации из двух закупать машины, потому что все равно предполагалось, что они будут объединены, объединены, да, с какой-то слиянием произойдет. Организационно-правовую форму, да. Но почему-то от этих планов решили в итоге отказаться, как я понимаю. Но это было связано еще с прежним руководством нашего региона, да, во главе с губернатором Игорем Васильевым. Насколько я помню, в 2018 году писали о том, что рассматриваются несколько вариантов, либо объединять КПАТ и АТП, либо создавать вообще новую структуру и уже брать технику людей, ресурсы материально-технические, да, собственно, вливать в эту новую организацию. Ну, в любом случае, даже если бы была создана какая-то новая структура, она была бы на большую часть, она бы состояла все равно из мощностей КПАТа и АТП. Ну, то есть другого-то бы вряд ли что-то появилось. Ну, вот сейчас ситуация складывается таким образом, что вот эти автобусы, которые были у КПАТ, 29 автобусов, сейчас будут переданы АТП. Ну, как переданы? В аренду. В аренду. За деньги, да, собственно. И в отделе транспорта администрации города подтвердили, что, да, действительно, договор, соответствующий уже в силу, вступил между КПАТ и АТП. Вступил он в силу 16 января. Ну, а передача состоится в ближайшие дни. Попытаемся, да, сейчас выяснить, что это за автобусы. Дмитрий Катынов, генеральный директор АТП, с нами на связи. Дмитрий Васильевич, добрый день. Да, добрый день, Катынов. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, да, что это за автобусы, это новые какие-то ЛИАЗы, это БУ-машины, да, ну, то есть, с чем придется вам столкнуться в итоге? Данные марка транспортных средств, значит, ЛИАЗ 52-92-67, вместимостью 108 человек, вот, полная вместимость. Из них сидящие 28 плюс одно сидение для инвалида. Вот, выпуска они у нас 21-го года, поэтому свежие, вот, с минимальным пробегом. Они уже работали, да, выходили на линию, то есть, перевозили пассажиров? Ну, какие-то да, какие-то нет, вот, но в основном, как бы, транспорт рабочий, то есть, вот, находится в технических странном состоянии. Закупались эти автобусы в 21-м году, как нам сообщили, да, да, и закупались они на областные деньги, получается, да? Да, они, получается, закупались на областные деньги, сейчас они находятся в Кирове, пассажиры автотрансе, вот, и, соответственно, как бы, где образовался излишек, первое лицо области приняло, я так понимаю, разумное решение для того, чтобы, значит, этот излишек переспределить, где есть острая потребность в обновлении транспортного парка. Дмитрий Васильевич, а эти автобусы, да, вот, те, которые с каким-то пробегом, они этот пробег в Кирове уже получили, то есть, КПАТ их использовал или они были закуплены? Да, они частично использовались, да, на каких-то маршрутах, может быть, там, где-то под замену, значит, тоже устаревшего парка. У них же свои графики поставок тоже были, поэтому, возможно, что, но там небольшие пробеги, вот, тем не менее, ну, это не влияет на техническое состояние транспортного парка. Я к тому, что изначально-то их область закупала нулевыми, да? Да, без пробега. Да, 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 с нулевым пробегом. А срок договора аренды? Так, по сроку договора аренды, значит, пока мы заключаем временный договор, так как есть законодательные ограничения среди, ну, между нашими предприятиями. Как пассажиры автотранс, так и Кировская АТП являются акционерными обществами, поэтому есть некие законодательные ограничения, не позволяющие заключить долгосрочный договор. Поэтому мы сейчас пока используем временную трехмесячную схему с 100% прицелом до заключения этого договора на следующие три года. Согласно того доходного контракта, который разыграла городская администрация. То есть, напомню, что у нас договор на пассажирские автотранспортные перевозки по муниципальному образованию города Киров заключен на 2023, 2024 и 2025 годы. То есть, вы по истечении вот этих трех месяцев будете перезаключать договор, правильно я понимаю? Да, да, да. Мы сейчас уже начинаем отрабатывать эту ситуацию, да, поэтому да. То есть, три месяца они будут такими тестовыми, да? И в первую очередь, в течение ближайших трех месяцев предстоит оценить что? Эффективность работы, действительно ли улучшилась транспортная доступность? Или этот срок вот исключительно вынужденный? Что вы будете оценивать? Это исключительно законодательные ограничения между хозяйственными отношениями двух коммерческих организаций. То есть, официально мы коммерческие организации, так как являемся акционерными обществами. Поэтому вот именно в законодательной плоскости есть у нас. Я не буду вдаваться сейчас. Ну, понятно, да. Ага, еще момент, Дмитрий Васильевич. Это исключительно законодательная плоскость. Понимаем, да. СМИ пишут сумму 22 миллиона в год. Скоррестно ли? Насколько соответствует действительности, да, сумма аренды? СМИ правильно пишут, совершенно верно, да. Это годовая стоимость аренды. Пока таким образом она проектируется 22 миллиона в год. Если мы поделим на 12 месяцев и на 29 автобусов, у нас получается, ну, около 63 тысяч в месяц аренды за один автобус. Ну, если, да, если брать по, я вот посчитал на калькуляторе, просто разделил, если брать один автобус, то за него порядка 750 тысяч в год придется платить. Откуда вообще возникла эта сумма? Что в нее входит? Как рассчитывается аренда? Ну, мы понимаем, как вот заказать такси, да, и заплатить за поездку. А тут все-таки другие, видимо, подходы. Да, между нашими предприятиями, так как у данного договора есть социальная цель, и основным интересантом здесь является наш кировский пассажир, поэтому эта цена была, ну, так скажем, сбалансирована между нашими предприятиями, вот, и которая отражает, ну, справедливость этой сделки. Как АТП будет использовать эти арендованные автобусы? На каких маршрутах они будут передвигаться? Расскажите об этом, пожалуйста. Так, еще раз напомню, 29 машин в общее количество. Значит, основные маршруты мы вводим по первому маршруту 6 автобусов новых, по пятому маршруту 4 автобуса новых, по 21-му 5 автобусов и по 23-му 6 автобусов. Но на остальные маршруты у нас уходит по одному, по два, по три автобуса, то есть я не буду сейчас вот перечислять, да, достаточно много здесь вот маршрутов, поэтому, да. Основные маршруты это первый, пятый, 21-й и 23-й. А правильно ли я понимаю, что большая часть машин пошла на маршруты, которые с самым большим пассажиропотоком? Ну, то есть, чтобы аренду-то отбивать? Ну да, здесь, в принципе, есть и коммерческая цель, конечно, но и про социальную цель мы тоже не забываем, вот, поэтому в том числе и на 54-м маршрутом, на 39-м маршрутом мы выбираем все эти вещи. То есть, ну, да, здесь, так скажем, получается, мы две цели преследуем, как и качество предоставляемых услуг кировскому пассажиру, так и экономическую целесообразность, значит, введения конкретного автобуса, значит, на замену старого автобуса, так как у нас по парку достаточно высокие эксплуатационные затраты. То есть, все эти 29 автобусов заменят старые? Машин на маршруты не добавится? Да, это будут у нас в основном старые нефазы 2005-2007 года выпуска, вот, если посчитать, то сейчас они, у них возраст 18 лет, вот, и мы выводим, значит, автобусы с ручной коробкой передачи, то есть, для пассажиров это будет более комфортабельно. Что будет с этими старыми автобусами? Позвольте поинтересоваться их судьбой. Значит, да, у нас на предприятии есть план ремонтной программы, утвержденный на 2023 год, в том числе есть там пункты по списанию полупродажи автобусов, но мы пока, значит, решение не принимали, будем, значит, приказываем выводить эти автобусы пока из эксплуатации, для того, чтобы не нести эксплуатационные затраты на них, там, ну, не списывать какие-то, может быть, запчасти, просто выводим их, там, скажем, из экономического нашего сектора, вот, ставим пока в резерв, а дальше будем принимать решения по дальнейшей судьбе. Эти 29 автобусов, они полностью покрывают потребности АТП в обновлении, прошу прощения, парка? Так, вот, да, в двух словах, мы ежедневно должны предоставлять 102 автобуса по контрактам, по маршрутам, значит, 29 автобусов, у нас идет обновление транспортного парка на 28%. То есть, ну, это достаточно такая серьезная доля, вот, остальное транспортный парк у нас будет работать в штатном режиме. Ну, что касается, Дмитрий Васильевич, экипажей, водителей и кондукторов, которые будут работать на этих новых автобусах, автобусах, это люди просто перейдут вот со старых транспортных единиц работать на них, или придется делать какой-то дополнительный набор, или, может быть, из КПАТа одновременно люди тоже будут вместе с автобусами, да, будут арендованы, что называется. Как этот вопрос решается? Ну, вот, да, красные линии, конечно, на нашем предприятии, ну, что греха стоить, не скрою, значит, красные линии на нашем предприятии стоит не до комплектации кадров, мы остро, конечно, нуждаемся и в водителях, и в кондукторах, поэтому пользуясь случаем, там, где вашей прекрасной площадкой, приглашаю всех водителей и кондукторов, которые сейчас слышат к нам на работу, в наше достойное предприятие. А эти новые Лиазы, ну, я понимаю, что, скорее всего, когда их КПАТ закупал, про них рассказывали, но, так, напомнить, да, пассажирам, что там из удобств есть, да, возможно, кондиционеры, какие-то оборудования для маломобильных граждан, еще что-то? Ну, первое, что для пассажиров, значит, они увидят, это, конечно, данная марка автобуса является низкопольной, вот, и, в принципе, просторный шанс, по-моему. То есть, я думаю, что, да, для пассажиров это сразу будет на виду, и сразу они оценят конструкцию этих автомобилей. Следующее, возможно, решение об увеличении списка арендованных автобусов, оно, возможно, будет приниматься в ближайшее время? Или вот пока 29 единиц, это все, пока делаем пауз? Да, я думаю, что мы здесь будем действовать вместе с пассажиром автотрансом поэтапно, значит, у нас сейчас основная задача, согласно договору, который мы заключили, приемку 29 машин закончить к 1 февраля, сейчас, кстати говоря, да, вот работает уже комиссия совместная с пассажиром автотрансом по приемке первой пятерки автобусов. Вот, ну вот, да. То есть, дальше мы вводим автобусы, смотрим на эксплуатационные затраты, на экономику, которая в связи с вводом новой техники, значит, у нас появляется, рассматриваем свои финансовые возможности и далее принимаем решение. Ну, точка принятия решения, я думаю, что будет где-то месяца через три-четыре, когда мы полностью увидим, значит, цифры по экономике данных автобусов. Да, и скажите, территориально эти автобусы арендованные, они будут размещаться на площадке АТП, да? То есть, они переедут из КПАД, физически, да, то есть, они переедут? Да, 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 физически они переезжают, да, на территорию АТП. Значит, напомню, что газовые автобусы, автобусы на газу, вот, основное требование к хранению газовых автобусов, это уличная стоянка, вот, сейчас мы провели уже там все мероприятия по российской территории, значит, по утверждению схемы стоянки данных автобусов, в принципе, предприятие готово для приемки 29 единиц. То есть, места хватит на территорию АТП, да? Да, да. Вот, с учетом всего того, да, что вы ранее сказали, кировчане когда смогут увидеть вот эти новые автобусы на маршрутах? Так, ну вот, если первая пятерка у нас сегодня придется в конце дня, мы берем порядка 7 дней на, значит, переоформление лицензии страховок, проходим осмотр, обучаем водителей, значит, также подаем документы по линии транспортной безопасности, это у нас срок где-то в районе 7 дней, поэтому где-то со следующей недели, я думаю, в первой половине недели мы попробуем выпустить, постараемся выпустить там первую пятерку автобусов. Спасибо большое. То есть это после 23 января уже, да? Да, спасибо. Да, да, да. Дмитрий Катынов с нами был на связи, генеральный директор АТП. Дмитрий Васильевич, спасибо, до свидания. Спасибо. Ну, как в обсуждении вопросов общественного транспорта не обойтись без Дениса Паррелога, экс-руководителя автотранспортного предприятия, да, Кирокского. Да, Капоев предприятия. Да. Если не ошибаюсь, Денис одним из первых, или даже, может быть, самым первым написал о том, что вот планируется внедрение этой аренды, и в своем сообщении Денис выразил сомнение в том, что у АТП хватит места для того, чтобы разместить эти автобусы, и, возможно, по его словам, пришлось бы отказаться от арендаторов, которые на протяжении долгого времени платили АТП деньги за то, чтобы там размещать свои автобусы. Ну, не знаю, сейчас постараемся пообщаться. Ну, в целом, инициатива выглядит вроде как неплохо, да, обновление парка автобусов в городе – это благо. Ну, да, но единственное, что я все равно, конечно, надеялась, что на какие-то маршруты добавятся машины, но, видишь, все пойдет исключительно в счет обновления. Денис Прлок с нами на связи, руководитель транспортного предприятия в Ярославле сейчас. В прошлом гендиректор АТП и КПАТ. Денис, добрый день. Добрый день. Да, Денис, приветствуем вас. Рады, что вышли на связь. Мы тут вот вначале, перед обсуждением этой последней новости об аренде автобусов, мы вспоминали новости последних лет вообще, связанные с общественным транспортом, да, и в том числе вспоминали инициативу объединения Киров-пассажир-автотранс, Киров-пассажир-автотрансы муниципального АТП. И вот у нас, видимо, новый виток взаимоотношений, у нас теперь аренда будет. Как вы оцениваете с хозяйственной, с экономической точки зрения такой шаг? Ну, вообще, безусловно, было совершенно много ошибок. Много ошибок как министерством транспорта, предыдущим руководством, так и предыдущим руководством региона. Я напомню, что первый миллиард, который выделялся за счет резервного фонда правительства Российской Федерации, миллиард рублей на автобусы КПАД, это была полностью моя разработка, мной была подготовлена информация и направлена в свое время председателю правительства Александру Чурину. Но делали мы это все для АТП, не для КПАД. Соответственно, слово АТП заменили на КПАД и получили этот миллиард. Итого, нашу идею благополучно украли, скажем так. Что касается второго миллиарда, то, безусловно, его необходимо было все-таки отдавать второму предприятию, как АТП, и сейчас бы не возникали вопросы с передачей, арендой автобусов. Безусловно, с экономической точки зрения, зная финансовое состояние АТП, им будет тяжело тянуть аренду 22 миллиона рублей. Я бы даже сказал, наверное, крайне тяжело, потому что экономия на топливе в этот раз обойдется где-то вот в эту сумму, соответственно, АТП легче от этого не станет. А цель была все-таки спасти предприятие, в том числе новыми автобусами. Для чего нужно было отдавать все почти 200 единиц в одном предприятии, когда у них нет достаточного количества технических и людских ресурсов кадровых? Ну, мне непонятно, и эти вопросы мы регулярно задавали. Ну, видимо, кому-то было так нужнее. Ага, Денис, смотрите, а есть ли вообще какие-то законные способы, да? Ну, то есть, что мы сейчас по факту видим? Областное предприятие, муниципальное предприятие 22 миллиона, да? С одной стороны, если бы это действительно были два просто коммерческих предприятия, никак не привязанные к государству, то, в принципе, цена вроде бы как разумная, да, вменяемая. Но когда мы вспоминаем о том, что одно предприятие областное, а другое муниципальное, хотелось бы, конечно, чтобы вот эти денежные отношения были как-то меньше затронуты. Понятно, что есть прокуратура, есть законодательство, и ты не можешь просто взять и передать там эти автобусы. Но есть, возможно, были ли какие-то способы, я не знаю, удешевить, да, эту сделку, чтобы по АТП... Ее удешевили, потому что первоначально стоимость, которая, по крайней мере, которую, насколько я знаю, там, предыдущий руководитель КПАТ озвучил, она была в 2-3 раза выше. То есть, смотрите, есть налоговый кодекс, с него никуда не уйдешь, есть другого законодательства, да, там. Соответственно, на каждое транспортное средство, на новое, должна населяться амортизация, там, по-моему, 7 лет. Соответственно, сумма приобретенного автобуса, там, 15,5 миллионов делим на 7 лет, и получаем сумму в месяц. То есть, это как раз тот минимум, насколько я понимаю, компромисс, к которому смогли прийти. Но изначально сумма озвучилась там, ну, я в 2 раза точно ее слышал, в 2-3 раза даже. Поэтому ниже, наверное, уже некуда. А продать их полностью, продать по какой-нибудь... Не имеет права деньги федеральные, за эти деньги я, более того, я не удивлюсь, что КСП или любая другая, там, структура, когда будут проверять, все-таки, там, через, там, год, два, три, эти средства, возможно, будут какие-то нарушения, в том числе и по взаиморасчетам и так далее. То есть, я, ну, еще раз, я не принимал участие именно в расчетах этих, но я думаю, что могут усмотреть какие-либо, там, нарушения. Деньги федеральные, деньги выделялись, там, по целевой субсидии, соответственно, просто так, там, распоряжаться ими нельзя. За это можно получить ответственность. Ну, вот о чем говорит сейчас Дмитрий Катынов, видимо, да, нынешний директор АТП, три месяца вот этот пробный период, когда будут смотреть, как работает система, возможно, там, контролирующие органы и заинтересуются в эти первые месяцы и скажут, что, ай-яй-яй, у вас там дальше, там, не получится брать в аренду. То есть, изначально, получается, ошибка-то была совершена на том этапе, когда эти деньги оказались у КПАТа, у не АТП, эти автобусы? Ну, изначально, безусловно, во-первых, меня до сих пор угнетает то, что это была, еще раз говорю, наша разработка, мы на это много времени и сил потратили, а это все не для АТП было. Но даже если первый миллиард выделили в КПАТ, то второй миллиард, там, я предлагал его разделить частично на автобусы для АТП и частично на троллейбусы. Можно было приобрести, там, несколько десятков единиц, как автобусов, так и троллейбуса, и сейчас бы мы наблюдали в городе совершенно иную картину. То, что эти, там, 29 автобусов сильно ситуацию для АТП не улучшат, это очевидно, ну, это так и произойдет. Соответственно, на второй миллиард, который выделяли за счет бюджета региона, там, инфраструктурный кредит, здесь уже можно было бы АТП достаточно сильно обновить, в том числе, как я уже говорил, троллейбусы. То есть, там, 25 единиц легко можно было, там, взять бюджет. Денис, мы читали, вы еще выражали сомнение в том, что у АТП хватит площадь территории вообще для того, чтобы принять эти почти три десятка новых автобусов, и придется якобы отказываться от услуг арендаторов, которые платили тоже по несколько миллионов рублей. Не ошибаюсь, да, вы писали об этом? Да, и я уже, насколько знаю, одного арендатора уведомили в письменном виде, что с ним договор будет через месяц расторгнут. Вот, насколько я знаю и помню, в мое время этот арендатор платил порядка, там, трех миллионов рублей в год в АТП, соответственно, ну, к 22 миллионам плюсуем еще 3 миллиона, получаем 25 миллионов АТП будет терять. А вообще, простите за манальный вопрос, 22 миллиона за год реально накатается, ну, вот, собственной прибыли? Ну, чтобы купилось еще. Да, на 29 автобусах. Я, насколько знаю, опять же, сейчас, наверное, будет ажиотаж, да, цифру, которую я вам назову, но это все, скажем так, я знаю точно. А недавно на совете директоров руководитель Катынов, Дмитрий Васильевич, без учета 22 миллионов, объявил, что убыток в этом году, в 2023 году, будет 195 миллионов АТП. Цифра внушительная. Теперь плюсуйте 22 миллиона плюс 3 миллиона, получим сумму 200, там, почти 20 миллионов. За 200, да, перешагивает. Выживет ли АТП? Ну, мне кажется, нет. Мораторий закончится на налоговые платежи, там, февраль-март, и АТП будет очень тяжелое финансовое положение. Что делать? Ну, вопрос риторический. Спасать предприятие надо. Да, да, мы согласны вопросу риторический. Спасибо большое за комментарий, Денис Прылок, руководитель транспортного предприятия в городе Ярославль и экс-руководитель АТП и КПАД был с нами на связи. У нас подошло время небольшой рекламной паузы, после чего мы продолжим обсуждать эту транспортную тему. Дневной разворот продолжаем. Дарья Топузлива, Владимир Сметанин в студии. Говорим о передаче 29 автобусов от КПАД КТП. Да, и эти автобусы должны появиться уже на улицах города на следующей неделе, как нам рассказал Дмитрий Кацинов, да, гендиректор. Первые пять, по-моему, да, он сказал, и постепенно будут водиться. Срок аренды, автобусы не просто так передают, отдают их в аренду. Предполагаемый срок аренды три года, то есть это срок контракта с муниципальными перевозчиками на перевозки, собственно, на пассажирские перевозки. Сумма договора 22 миллиона в год. 22 миллиона рублей. Николай Голиков с нами на связи, главный редактор портала Киров.ру. Николай, добрый день. Николай. Добрый день. Да, здрасте, Николай. Да, добрый день, Владимир. Добрый день, Даша. Да, спасибо, что вышли на связь. Ну, Николай, положительное, что в этой новости видится? Все-таки новые автобусы, это хорошо. Наконец-то хотя бы они будут удел. Ну, это безусловно. Новый автобус, это хорошо, это совершенно позитивная новость. Это бесспорно. Да, вместимостью каждый по 108 пассажиров. Чисто, просторно, хорошо. Но, зная всю поднародную... Кстати, не очень удобно на задней площадке, но это уже, так сказать, не от нас зависит. Ну, мы же понимаем... Там очень неудобный накопитель, да. Зная всю историю, зная те скандалы, которые сотрясают сферу общественного транспорта у нас в городе, как-то все это очень странно, мягко говоря, выглядит, да? Плохо пахнет. Два крупных предприятия, у них возникают арендные взаимоотношения, 22 миллиона. Откуда эта цифра? Почему не 50, почему не 60? При этом автобусы, да, закупленные в 21-м году, все это время они шло-брело-ехало, что называется. Кто-то где-то какой-то успел пробег из этих автобусов себе заработать, кто-то нет. Как сказал Дмитрий Катынов, это излишек такой, да? Ребят, ребят, погодите. Эти автобусы нормально покатались по городу. На пятом маршруте очень хорошо, я много этих лязов видел разных по номерам. Практически все они поездили. Как всегда у советского и российского автопрома, вы сами знаете, что новую российскую машину покупать не рекомендуется, потому что у них начинают всякие гаечки отлетать. Это нормальная история, она ни с чем не связана, ни с автобусами, ни с этими скандалами. Это просто свойства российского автопрома. Сейчас они немножко обкатались, они уже все на гарантии, определенный гарантийный ремонт прошли. Поэтому как бы в АТП они уходят, можно сказать, в идеальном состоянии. Ну а сама экономика... Да. Сама экономика... Понимаете, здесь как таковой экономики нет, но вы правильно в самом начале программы сказали, здесь решения были чисто политические и с экономикой не соотнесенные. Поэтому возникла вот эта длинная, нудная история. Сначала говорили про безвозмездную передачу, потом стали говорить про 45 миллионов в год, сейчас стали говорить про 22 миллиона в год. Но на самом деле все потому, что политика побежала впереди экономики. И было... Тоже вы правильно напомнили, что была такая мысль у предыдущего правительства о создании единого транспортного оператора, да? Было? Было, было, да. Было. И мысль была, и напоминали все это. Вот, вот, вот. Но причем как бы одно дело создать оператора единого, единого оператора, как мы сделали в Перми, да? А здесь, видимо, было решено сделать глубже и создать единого перевозчика. Совсем другая история. Вот, и как вы помните, в декабре, значит, 21-го года, получается, нет, в декабре, 20-го года, даже выносилось на ОЗС законопроект, вот, а о транспортном этом операторе его сначала забыли включить в повестку, а потом губернатор его отозвал, и вот так в итоге не рассмотрели, потому что было ясно, что его не примут. И губернатора уже того нет, да, да. И губернатора уже нет, и премьер-министра того нет, который все это затевал. Вот, соответственно, поэтому и все вот эти вещи, потому что, ну, купленные на субсидию из областного бюджета автобусы, да, то есть по такой схеме, как они покупались, они покупались, естественно, под этого нового оператора. И вторая закупка вот этих нефазов, которые прошли по схеме Субина-Ганина, они тоже в отличие под еще причурение победе вот этого самого единого оператора. Никуда их передавать никто не хотел и не планировал. Планировалось просто объединение двух этих предприятий. А почему тогда, ну, вот, две заявки было, да? Почему бы было не подстраховаться и не распределить, правда, заявки по двум предприятиям? Вот я вам как раз объясняю, что не предполагалось ни к тебе, а предприятия. И вы, наверное, заметили уже, что сначала, вот, кстати, Денис Прылог, который был для меня, он тоже ведь одно время руководил обоими этими предприятиями. Ну, опыт, опыт показывает, да. Вот. И, то есть, безусловно, речь шла о том, что от пассажира Киров, пассажира АвтоТранс, как областное предприятие, которое за счет субсидий получило вот эту тьму автобусов больше ста, да, то есть там и маленькие мертедесики, и нефазы, и вот эти лиазы, вот. Что оно просто съезд на топы и все. И еще никуда передавать не надо будет, понимаете? Вот это вот, я почему говорю, что политика славит береги экономики. Но так как в итоге политическое решение, условно говоря, не устояло, не прошло там, не приобрело силу закона, то сейчас вот расклёгывать последствия вот этой, скажем, не аферы, а аферы, а скорее авантюра, да, приходится вот такими стильными путями. То есть из одного, по большому счету, сейчас же у нас система общая, единая публичной власти, да? Да. То есть муниципальная власть как бы включена обратно в общую систему публичной власти. И получается, что один этаж этой власти почему-то арендует другому, или арендует у другого этажа этой власти за деньги, да? Это очень забавная история. Ну, я же говорю, да, это выглядит довольно странно, да. Это выглядит странно, это выглядит нелепо, именно все потому, что изначально, вот как я уже третий раз скажу, изначально политика побежала среди экономики. Никто ничего не просчитывал, как это будет выглядеть, если вдруг все были уверены в том, что губернатор Васильев останет на второй срок, и он свое дело доделает в лице своего премьера и объединит все эти предприятия в единое целое. Николай, как думаете, власти могут вернуться к идее создания единого оператора областного? Нет, ну, смотрите, вот, Володь, Володь, единый перевозчик, да, единый оператор, единый перевозчик, это разные вещи. Единый оператор, вот как в Перми, создан, да, единый оператор, который собирает все финансовые потоки и потом по брусто контрактам рассчитывается с перевозчиками. Это одна схема. А единый перевозчик, это схема, которая, честно говоря, не знаю, применяется на где-либо еще, вот, но это разные вещи, то есть, я всегда говорил, что единый оператор, это позитивное решение, да? Вот как в Перми отработала несколько лет, они вот рассказали всю свою арестницу, да, они работают с убытком, но это убыток плановый, 28 миллионов, там, условно, да, 28 миллионов в год. А 28% у них, не хватая своих денег, 28% субсидируют из-за бюджета. Но, как там говорят, это будет всегда и всюду при такой системе. Вот, но все работает как чистый. Вот это вот, за это я выступаю. А за единого перевозчика вот так показывает опыт, это как-то не складывает. Ну, так все-таки, на ваш взгляд, может быть, идея-то как-то оживлена, что ли, обсуждение может возобновиться? Каких-то вот существенных перемен? Я думаю, да. Я думаю, что, во-первых, должно возобновиться обсуждение самой схемы движения транспорта нашего по городу, да? Потому что она совершенно не оптимальная, и все с этим согласны. А во-вторых, и вот как из этого выходить, может быть, правда, переходить с ним брусто-контрактов, чтобы не было вот этих заведомо выдачных маршрутов, которые никому не интересны, да, на которые посылают всякие тайники, машинки. А когда будет брусто-контракт, там без разницы. Сколько ты везешь пассажиров, главное, что ты выполняешь задание, да? Да. Николай, спасибо, время поджимает, к сожалению, да, к сожалению, время. Николай Голиков, главный редактор портала kirov.ru. Спасибо большое, Николай, за комментарий. Мы на этом первую часть разворота завершаем. Чуть продолжим еще обсуждение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...